Вы наверняка знаете такую поговорку, говорят, что на детях знаменитости природа отдыхает. У вас семья, и мать и отец не просто знаменитости, а знаменитости самого высокого ранга. Мать гениальная грузинская актриса Верикон Джапаридзе, насколько я знаю, вошла в десятку самых лучших актрис современности, герой социалистического труда, лауреат многих премий, народная артистка Советского Союза. Отец Михаил Чаурели, прекрасный кинорежиссер. Это было предопределено так, что вы станете актрисой, или все получилось само по себе? Вообще, по-моему, все предопределено там. Мы все живем под Богом. Я была ребенком людей искусства. А значит, чем-то ущемлена. Чем? Я скучала всю жизнь под своим родителем. Скучала, потому что у мамы были утром репетиции, вечером спектакли, днем какие-то встречи бесконечные. У отца были то же самое, съемки, съемки, съемки. И я помню, что я все время скучала по маме, скучала по отцу. Скучала, скучала. И я тогда так злилась, ненавидела театр, ненавидела кино, ничего. Когда к нам приходили гости, естественно, но все. Ну, с обвекой я была маленькая девочка тогда. Конечно, ты будешь актрисой. Я говорю, нет, не буду я актрисой, никогда я не буду актрисой, потому что я ненавидела это дело, которое отняли у меня родители. Ну, закончив школу, видимо, все же крик генетики какой-то расстался, и все же я пошла в эту область, поехала в Москву, поступила во ВГИК, получила диплом актрисы драмы и кино. И вернулись в Тбилиси. Вернулась в Тбилиси, хотя у меня было предложение остаться в Москве. Меня приглашали уже в театр. Как вы считаете, для вашей карьеры, для творческого роста, было бы лучше, чтобы вы остались в Москве, или все-таки правильно, что вы вернулись в Тбилиси? Правильно, что я вернулась в Тбилиси. Мама давала вам чисто профессиональные советы, подсказывала, помогала? Вы знаете, нет. Как это ни странно, но нет. У нас дома не были разговоры про то, как играть, что играть и что не делать. Обычная семья. Семья как семья, как миллион семейств. Говоришь, ну, мне, конечно, повезло с родителями. Я бы сказала, очень повезло, потому что я росла в атмосфере любви. Вокруг меня всегда была атмосфера любви. Я видела, как мама с папой обожают друг друга. Я видела, как они любят меня, как они любят моего брата. То есть все было вокруг, все строилось на любви. Я видела, когда папа поехал в Москву снимать картины, как мама скучала, переживала. Я слышала их бесконечные телефонные переговоры, объяснения в любви. Это все действует, конечно. Это все действует. И я как-то, вот выросшая в этой атмосфере, в любви, поняла, что когда я сама стану матерью, я не заставлю своих детей вот так мучиться и скучать по маме. Я, правда, превратилась в такую цыганку, которая таскала всюду своих детей на съемки, всюду, всюду, всюду. Софика Михайловна, мама была такой блестящей актрисой, вы не боялись оказаться в ее тени? Ну, естественно, это угрожало. Это угрожало, это была страшная угроза. И поэтому я старалась всю жизнь, начиная с первых, так сказать, шагов на сцене и в кино, не быть похожей на маму. Софика Михайловна, тема Сталина для подавляющего большинства грузин, в общем-то, непростая, я бы даже сказал, больная тема. Многие до сих пор поклоняются ему, многие пытаются его оправдать, многие выражают протест с временем этим, безвременем, может быть. И гениальный фильм «Абуладзе. Покаяние. Лишнее тому свидетельство». Ваш отец снял несколько фильмов, которые, в общем-то, показывали Сталина в самом радужном свете. И «Клятва», и «Падение Берлина». «19-й год». «19-й год». Он был лично с ним знаком. Сталин очень пристально следил за его творчеством. И наверняка вы знаете намного больше, чем мы по этому вопросу. Скажите, пожалуйста, как лично вы сегодня относитесь к Сталину и беседовали ли вы на темы Сталина и его времени с отцом? Разговоры о Сталине, конечно, были в нашем доме. Я росла, знаете, в какой атмосфере? Между двух этих самых, два полюса. Значит, папа был такой сталинист, влюбленный в Сталина. Все такое. Мама антисталинистка. Да, ну что вы. Маму никак не могли воткнуть, извините за это слово, в партию. Когда маму назначили директором, художественным руководителем театра Марджиничвили, тогда был Жаванадзе во главе нашей странной, значит, он ее вызвал и сказал, что Верико, напиши, пожалуйста, заявление, вводи в нашу партию. Мама сказала, зачем мне партия, я актриса, да вы что. Потому что мы должны назначить тебя, значит, вот директором театра, художественным руководителем, потому что театр тогда ехал на гастроли в Москву как раз. Было неприлично просто. Нужна была, да, мама. Он сказал, Василий Павлович, значит, Василий Павлович, если вы считаете, что я должна возглавлять театр, пожалуйста, я могу временно, пока, значит, театр, едет туда возглавлять. Но в партию вашу я не войду. Он, значит, набрал телефон, звонит какому-то партийному ввозу. Слушай, не хочет входить Верико в эту партию, чтобы к ней пристали. В общем, так ее и не смогли сделать партийно. А папа был, ну что, он был влюблен в Сталина, вообще бредил им. Мы с братом шутили, если Сталин потребует наши головы, значит, что он не задумываясь, режет и пошлет ему. Вы знаете, что, Дмитрий Ильич, Сталин – это, конечно, фигура очень сложная, очень значительная, очень. Еще время не прошло, чтобы, я считаю, время не прошло, чтобы оценить по-настоящему эту фигуру, какая она была. То, что он гений, естественно, он гений, но вот злой гений или добрый гений, к этому еще мы придем. Вы знаете, вот Котэ сделал спектакль о Сталине, причем Котэ был очень критически настроен, и именно начал делать этот спектакль вот с такой целью, чтобы раскрыть все его злодеяния, которые он делал, все такое. И долгое время, вот как только он приезжал в Москву, он, значит, рылся в архивах, ему разрешили, допустили там какие-то архивы, и все такое. И постепенно, постепенно я видела, как мой муж превращается из антисталиниста, такого ярого сталиниста. Я была удивлена, честно я вам скажу. А вообще, я актриса, мне очень трудно судить об играх политических, понимаете. Ну, факт остается фактом, что Сталин создал такую империю, понимаете, это империя зла или чего, но огромная страна. Огромная страна. Я никогда не забуду. Я была, вот папа, когда снимал падение Берлина, он взял меня с собой в Сталинград. Буквально вот где-то это был конец 45-й. Да, 40-й, нет, это был буквально после войны, вот 46-й, 47-й год. Разрушенный полностью город. То есть ни одного дома, ни одного, а мы, группа, жила на корабле. Потому что дома не было. И вообще страшно было ходить, потому что были мины, заминированные еще, город был, все такое. Что творилось в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Как он смог это все восстановить? Буквально за какие-то несколько лет. Значит, для этого какая-то сила, в общем-то, нужна. Я опять-таки говорю, я не стараюсь его оправдать и не стараюсь его ругать. Нет. Вы правы в том, что, конечно, маленькая нация. И вдруг в этой маленькой нации родился человек, который, в общем-то, покорил полстраны. Пол мира? Мира. Конечно. Пол мира. Естественно, эта нация будет гордиться этим человеком. Я думаю, любая нация была бы так. Несмотря на то, что именно во время Сталина выкосили очень много представителей грузинской интеллигенции. Больше всего грузинская интеллигенция. Больше всего. А в процентном отношении, во время войны в Грузии погибли больше всего в процентном отношении. Вот это же не сказки, когда люди погибали за родину, за Сталина. Их никто не заставлял это говорить. Никто не заставлял.